Посмотри, как прекрасна земля! Музыка Альфреда Шнитке массовому слушателю знакома в основном по художественным и анимационным лентам. Работа в кино кормила опального композитора. Исполнение его сочинений в концертных залах в брежневские времена было под запретом. Тем не менее, в кинофильмах его музыка была не фоном, а центром эпизода, каждый раз подчеркивая замысел режиссера. Сам Альфред Шнитке называл работу в кино своей лабораторией. Возникающие темы он развивал в своих последующих, более масштабных композициях. Сочинения Альфреда Шнитке стали основой концерта, который дал в Пермской филармонии знаменитый маэстро Юрий Башмет. Он выступил с камерным оркестром солисты Москвы. С выдающимся композитором Юрия Башмета связывали теплые отношения и профессиональное содружество. Российский Паганини, как называют альтиста, был первым исполнителем нескольких произведений Шнитке. Некоторые из своих сочинений композитор создал специально для Башмета. К примеру, концерт для Альта с оркестром. У нас такое эпохальное было событие, мы взяли, это моя мечта была. Этот камерный концерт маэстро Башмет решил начать с одного из самых ярких произведений Шнитке – Моцарт а-ля Гайден. В композиции сосредоточены основные черты стиля автора – цитаты из классики, трансформация классических традиций, сочетание диссонанса и гармонии. Жанр камерной музыки сейчас немножко оказался на каком-то втором плане. Сейчас редко можно увидеть афишу с программой камерной музыки. Мне очень приятно, что именно этот абонемент начинается. Это единственный абонемент в России, где Юрий Башмет приглашает, и именно мы пригласили Пермская краевая филармония Юрия Абрамовича. Пермская публика, конечно, безусловно, его очень любит, поэтому мы сделали такое предложение. Следующий концерт этого абонемента состоится в феврале 2012-го. Программа будет не менее интересной, уверены в краевой филармонии. Юлия Зыкова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.